Шалом, Биряни! С вами снова Женя из Израиля. Короткое видео от меня, потому что видео в принципе не мое. Я хотел поблагодарить Елену, мою подписчицу, зрительницу моего канала, которая решила поделиться с нами ее бариатрическим опытом. Она прошла примерно, как я помню, 10-11 месяцев тому назад первую бариатрическую операцию в Германии, после которой пошли некоторые проблемы и пришлось сделать вторую. Короче говоря, она все расскажет, даю сцену у Елене. Всего хорошего, пока! Здравствуйте всем! Девчонки, у меня сегодня годовщина после шунтирования желудка. Я скинула за 11 месяцев 50 килограмм. И через 11 месяцев у меня произошла повторная операция. У меня была грыжа пищевого отверстия диафрагмы. И вот еще я скинула 5 килограмм. В общей сложности 50 килограмм я за год убрала. Что повторная операция произошла? Это сбой органов. Нормально это. Если знаете на канале Женя, он меня успокоил. Это наш ангелочек. Большое ему спасибо. Он меня успокоил. Я совершенно спокойно пошла на операцию. Потому что у него такая операция была. Он объяснил, что это, что к чему. И действительно, это все нормально. А то я упала духом уже. Нет. Я говорю, спасибо, что такие люди есть. Нас поддерживают. От чистого сердца хочу сказать. В любую минуту ему напишешь. Или это Женя, это можно? Это да, попробуй поначалу это. Действительно, он со своей его, как он это все прошел, он дает советы. И советы дельные. И Наталья Перцова тоже. Большое спасибо вам, ребята, что вы у нас есть. Нам сделали, нам дали путевку в жизнь. А дальше, как говорится, мы должны сами шагать и должны работать. Это все идет от мозга. Разъедаться нам, есть нам сладкое, желудки растягивать. Или уже с мозгами работать. Действительно, где-то что-то прижать это самое. И вот мы тут друг друга поддерживаем. Так что, кто собирается на эту операцию, не раздумай. Я хотя и прошла повторную, я бы заново вернуться, я бы минуты не думала. Все бы пошла бы заново это делать. Потому что до операции я была, считайте, полуинвалидом. Я 500 метров проходила, я ходышка была, сидела, как бабка старая. Я уже не накраситься, не прическу, не одеться ничего не хочу. А сейчас, девчонки, я с магазинов не вылазью, с парикмахерской. То одно, то выбрию, то перекрашиваю, то это. Ну, стимул жизни появился. Так что не думайте, не раздумывая и бегите. Я думала, раньше это пиар. Давление ушло, сахар ушел. Нет, это не пиар. Это действительно так. У меня ушло давление. У меня сахара нет сейчас. Я только принимаю мультивитамин. Ну, витамины, что мне прописал врач после шункирования. Каждый день. Я принимаю стабильно, каждый день, как нужно. У меня нет проблем ни с волосами, ни с ногтями. У меня шевелюра, у меня ни одна волосинка еще не выпала. Все прекрасно. Ну, что сказать. Кожа, да, чуть-чуть отвисает. Раньше жир прятали, такие рукавчики носили. А сейчас кожу будем прятать. Ну, я одела, мне это не комплексует. Извините, мне уже 56 лет. Мне поп-моделью не быть. А так, даже еще кожу мы ходили. Жир висел. Сейчас можно нам ходить. Не так стыдно. Ну, одела, прикрыла я эту кожу. Чтоб кожа у меня прям сильно так, подбородки лет. Ну, нет такого. Тут нормально еще. Вот кожа эта срежется. Уберется через полтора года. Мне еще операция одна предстоит. Так что, девчонки, не раздумай, идите. И решила записать и выразить благодарность, кто нам помогает действительно. Спасибо, Женька, тебе. Большое спасибо. Ты наш ангел-спаситель. От всего сердца говорю. И вот между собой беседуем. Все благодарны тебе. Ну, действительно, в любое время дня и ночи. Ты всегда ответишь. Ты всегда на связи. Ты всегда поможешь советом. Плохо, что мне делать там или это. Большое спасибо тебе, Женек. Ну, а девчонки, не вешайте носики. Все будет нормально. Самое главное терпение. Чуть-чуть, да, надо терпение. Месяц вот эти диеты вот эти, шпюрированные. Если это, знаете, все это. А потом привыкаешь. Сейчас все нормально. Так что вы вешайте носики. Я, Женька, тебе спасибо. От всех. Отсюда. Все готово.